Приветствую вас. Мне кажется, что то, что вы описываете, конечно, нуждается в какой-то отынке врача, потому что это могут быть чисто физиологические проявления, может быть вообще связаны с психологией, потому что ни одного такого психологического момента я не описал. Я мог бы выделить, конечно, тревогу, как такой ключевой момент. Вы описываете вообще состояние привык, состояние страха. Когда что-то происходит, ну, в вашей, условно говоря, реальности, что-то меняется, что именно меняется, что именно происходит, вы не очень понимаете. Мне не очень отдаётся без тебя в этом отсчёт. Не потому что вы невнимательная или плохая или что-то ещё, а именно потому что мы просто не привыкли на это обращать меня. Вот. Поэтому важно, конечно, в этой ситуациях, как мне кажется, быть предельно внимательной к себе, вот, быть предельно чуткой к себе, вот, и говорить с людьми, с которыми рядом с вами, говорить с ними про то, что вас беспокоит, да. Ну, например, вот, про это состояние. Рассказывали ли вы про это состояние кому-нибудь из своего, ну, из своего окружения, из своих близких? Говорили ли вы кому-нибудь об этом? Вот. Потому что если нет, если вы об этом никому не говорили, то это уже момент, это уже такой определённый аспект, я бы сказал, да, вот, это уже определённый нюанс в контексте, в котором можно говорить о наличии у вас некоторых проблем, ну, допустим, проблем коммуникации с окружающими вас людьми, близкими, вот, либо некоторых, там, наличие некоторых конфликтов, скажем так. Вот. Это, соответственно, нужно исследовать в своём текущем состоянии, то есть в состоянии беременности. Вы, понятное дело, более чувствительны ко всем моментам с вами происходящим. Это нормально, это естественно вполне. Вот. И важно, чтобы это у вас не, как бы не вытыкало, чтобы вас находило выражение, находило отклик, чтобы вы проживали эти моменты, потому что это важно, что важно. Вот. Эти моменты важно проживать, очень, очень важно проживать эти моменты. Вот. И, соответственно, постепенно, постепенно, потихонечку, потихонечку, как-то смотреть, что с вами, что с вами, с вами вообще происходит и почему. Вот. Собственно, всё на этом. То есть, вашего обстояния крайне мало. Оно неприметно. Оно не фиксировано. Да? То есть, вы говорите просто, что я, мне тяжело, я не сплю. Ну вот. У меня состояние такой велосипед, не могу уснуть, а это вот, значит, как бы, больше похоже на тревогу. На очень большую тревогу. На очень большую тревогу. Вот. К сожалению. Вот. Но с вашей стороны, с вашей позиции. Вот. А, соответственно, это пока все, что я могу сказать. А, больше, наверное, ничего. Вот. Понимаете? Больше, наверное, пока сказать ничего нельзя. То есть, вам, первое, обратиться к врачу. Вот. Проверить. Проверить свое состояние. Ну, я имею ввиду просто физическое состояние проверить. Это первое. чтобы не, знаете как, чтобы не сковыривать какие-то моменты до того, как вы, ну, грубо говоря, до того, как вы не родите. Вот. Тогда вам будет иметь, тогда вам будет иметь смысл, значит, как-то вот, разбираться в себе. Вот. Вот. Потому что сейчас, пока вы беременны, разбираться в себе вам особого смысла не иметь. Да? Вот. Ну, блин. Даже не то, чтобы вспыслило вам эффекта от того, чтобы куда-то с себя забраться не будет. Единственное, что это, вот, такая поддерживающая терапия. Возможно, поддерживающая терапия, да? Возможно, вот, помощь в проживании, в проживании, в вами, в чувствах, вот, ваших, то есть, ну, чтобы вы, чтобы вы проживали свои чувства. Вот. Чтобы вы проживали то, что, ну, как-то вот, беспокоит в той или иной степени. И дальше уже, эм, как бы просто, ну, сохраняли некий такой фон хороший. Вот. А дальше уже можно будет, о чем-то говорить. Дальше уже можно будет что-то делать. Дальше уже можно будет, будет, ну, как-то действовать. После, после рождения ребенка. После рождения ребенка. Вот. Вам нужно будет плотнее заняться, плотнее заняться терапией, плотнее заняться психотерапией своей. Вот, плотнее, если есть какие-то системные проблемы. Вот. Заняться, эм, эм, собой. Ну, лучше, лучше. Вот. И дальше уже, эм, эм, будет видно. Вот. Дальше уже будет понятно. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Вот. Повторюсь, э, есть важный момент, момент, что вы, э, по сути, не рассказываете, э, 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 не раскрываете, э, э, суть, э, своего проживания. То есть, понимаете, э, э, я, я не думаю, что, э, э, может быть такое, что все, что вы чувствуете, все, что вы ощущаете, да, э, э, как бы, не имеет под собой, э, э, как бы основания. Вот. Я верю, что, э, э, ну, я верю, что вы можете не знать, э, причин, да, вот, но я, э, э, я точно знаю, что, э, основания, основания есть для этого состояния, для этого состояния. Вот. Вопрос заключается в том, э, хотите ли вы разобраться в этом? Понимаете? Какая штука? Вот. Вот. Примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Вот. Вот, э, с точки зрения, э, с точки зрения психотерапии, э, с точки зрения психологии, что вам можно, можно сказать. Вот. В этом все, я надеюсь, что мой ответ, э, был вам полезен, надеюсь, что вы для себя, э, значит, э, новое что-то извлечете, вот, ну, для себя, что-то новое. И надеюсь, что вам будет это интересно, э, интересно, надеюсь, вам будет интересно поработать, э, над собой. Вот. Это увлекательный и, э, крайне необычный процесс. Вот. Если вы настроены на него, конечно. Если вы хотите, э, э, как бы, э, э, вот. Вот. Э, э, вот. Так. В этом все. Удачи вам всего самого доброго. Э, э, будем на связи, обращайтесь, не оставляйте, э, свое состояние атак. Это вредно для вас и для вашего ребенка. Спасибо.